Мой брат двоеродный, когда пошел в первый класс, он пришел со слезами домой. Говорит, мама, я тебя прошу, меня не отправляй в школу. Говорит, что случилось? Говорит, меня там оскорбляют, шуртовас называют, туркишум называют, все, что только не называют. Говорит, я тебе слово даю, мама. Говорит, я дома буду сидеть, учить. Армянский язык, русский язык. Ребенок, первый класс, пять дней пошел в школу. И пришел, что он сказал матери. На сегодняшний день мой брат, как обещал своей матери двоеродной, выучил писать, читать на русском, писать, читать на армянском, писать, читать на английском языке. Я тоже шла в школу, у меня директор вот так в сторону. Все проходили дети, а я в стороне вот так стояла. Говорит, иди маму вызови. Прихожу маму, маме говорю, директор тебя вызывает. Мама пришла, говорит, что случилось? Говорит, у твоей дочки нету формы. Она говорит, мы беженцы, какая форма? На следующий день иду в школу. В общем, зашла. Зашла в школу, зашла в класс. Два, не то три раза я была в школе, в моем классе. И больше я не пошла. Пошла работать. Пошла, работала официанткой. Еще тогда реформы денег не было. Меня ученицы-клиенты называли. Ребенок я была. Вот здесь 175 рублей с советскими деньгами, да? Я зарабатывала деньги. Все приносила маме до головы. Каждый день 200 рублей, 150 рублей, 175 рублей. Мы, когда приехали в Ереван, мы 20 дней на улице были. Но каждый день мама в гостинице, номер снимала, мы в гостинице спали. Мы на улице не спали. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Поставьте лайк. И если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.